Позвони по телефону, по домашнему. Женский голос. Больным, писклягом, жалостным таком. Чуть-чуть слышно. Фая, помоги мне, пожалуйста. Я попала в аварию. Стандартная схема мошенников. Соседка стала виновником ДТП. Нужны деньги, чтобы замять дело. Двух жительниц города злоумышленники уговорили собрать максимально возможную сумму. Вещи для знакомых и близких. Передать их курьеру. Мы договорились, потерпевший возмещение, договорились за деньги. За миллион. Вы можете помочь? Я говорю, у меня таких сроду денег не видел. А сколько у вас? Я говорю, только гробовые 200 тысяч. Больше денег нет. Ну сколько вы дадите? Сколько дадите? Я не могу все отдать. Я говорю, а кто же мне их вернет? А я расписку тебе дам. Пенсионерка все-таки доверилась голосу из телефона. Собрала 150 тысяч. По наводке мошенников положила их в постельное белье. И передала женщине-курьеру. Ей же передала деньги и медицинские принадлежности вторая жертва. По полученным приметам и показаниям сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигалась курьер. Вскоре ее задержали. 35-летняя саровчанка успела перевести на счета преступников деньги, оставив себе в качестве вознаграждения 20 тысяч рублей. В отношении обвиняемой избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается. На допросе обвиняемая рассказала, что в социальной сети нашла объявление о подработке доставщикам. Все предложения получала в мессенджере. Одним из заданий было забрать деньги у двух пенсионерок. Женщина не усомнилась в законности своих действий, выполнив все указания заказчика. Белье и медицинские инструменты она оставила в своей квартире. Вину задержанная признала в полном объеме. Украина ведет с нами гибридную войну путем мошеннических действий в отношении жителей нашего города, привлекает к своим мошенническим схемам жителей нашего города. За этот год мы задержали 13 курьеров, которые действовали на территории нашего города. В связи с частыми случаями вовлечения в преступления граждан под видом подработки курьером, региональная полиция рекомендует внимательнее изучать вакансии в данных сферах, поступающих от непроверенных работодателей. Если вы видите, что вам передают пакет с большим количеством вещей, зачастую постельных принадлежностей или иного белья, если вы видите, что человек взволнован, находится на постоянной телефонной связи с кем-то, если вас просят перевести полученные суммы на определенные счета, обратитесь в полицию. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.